Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада вас приветствовать. Давно у нас с вами не было общения в видеоформате, и, наконец-то, я решила это исправить. Сегодня мы с вами поговорим о том, какие три элемента нужны преподавателю для того, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно, проводя занятия. И самое главное, что нам нужно для построения нашей успешной практики онлайн. Этот вопрос мне задали пару месяцев назад, и я могу вам сказать честно, он меня не отпускал все эти пару месяцев. И результатом моих размышлений на эту тему стало то, что я в очередной раз переделала наш методический интенсив, переделала его полностью, сделала совершенно другую программу, совершенно другие условия прохождения. Мы добавили туда очень много, сделали шикарную геймификацию, когда это не просто курс, это курс игровой, в котором вам надо проходить цитание, отчитываться, зарабатывать за это очки, двигаться вперед, для того, чтобы подтолкнуть всех, кто никак не мог сам взять себя в руки. Ну а теперь про три элемента, которые у вас обязательно должны быть для того, чтобы вы могли построить свою успешную практику работы онлайн. И на самом деле самой лучшей метафорой того, что нам нужно, будут хроники Нарнии. Почему? Потому что на самом деле для того, чтобы все получилось именно так, как мы хотим, нам нужно несколько вещей. Во-первых, нам с вами нужно немножко колдовства. и это нужно тогда, когда мы устанавливаем отношения с нашими учениками, тогда, когда мы строим рапорт, тогда, когда мы определяем потребности человека, когда мы прокладываем для него маршрут, строим его дорожную карту курса, и тогда, когда мы планируем занятия и сам курс. Потому что здесь нам очень важно уметь чувствовать, что происходит с нашим учеником. И самое главное, быстро принимать решения относительно того, что ему нужно, чего он хочет, и каким образом мы можем ему дать то, чего он хочет, но так, чтобы ему это было полезно. Потому что то, что люди хотят, совершенно не всегда идентично тому, что им нужно. Они приходят к вам и говорят, я хочу говорить, но вы как преподаватель понимаете, что для того, чтобы говорить, нужен какой-то минимальный, хотя бы словарный запас, и хоть какая-никакая грамматика. Но если вы начнете человеку об этом рассказывать, что нет, говорить тебе не нужно, тебе нужна грамматика. Никто вас не послушает. Поэтому вам нужно научиться находить ту точку соприкосновения, когда вы даете человеку то, что ему нужно, но под соусом того, что он хочет. И в этом во многом будет заложен успех построения вашего курса, который приведет человека к результату. Вторым элементом вашей успешной работы является ваше отношение к самому себе. Здесь важно не думать, что вот я какой-то маленький, такой ничего не умеющий, но и вечно ищущий преподаватель. Здесь важно четко знать, какие ваши сильные стороны, что вы можете человеку дать, как вы можете это дать. Никто не говорит о том, что не нужно работать над собой. Хороший преподаватель всю жизнь над собой работает, это его естественное, нормальное состояние. Мы любим расти. Именно поэтому мы выбираем такую профессию, в которой всю жизнь нужно учиться. Но понимать свои сильные стороны и иметь такое мощное, львиное отношение к своим достоинствам совершенно точно нужно. Ну и наконец есть третий элемент. Третий элемент чисто технический. Это ваш волшебный шкаф. Это ваш ящик с инструментами для работы онлайн, которые будут вам помогать приводить людей к результату. И вот если у вас есть все эти три компонента, правильное ваше отношение к вашей работе и к самому себе, устойчивое, стабильное, сильное, когда вы уверены в своих силах и знаете, как туда привести человека, ваше умение взаимодействовать со своим учеником, понимать его потребности, понимать его желания. И эти потребности и желания укладывать в курсы и в занятия. И у вас есть обширный ящик с инструментами, ваш шкаф, из которого вы в нужный момент можете достать нужный инструмент и применить его так, чтобы он дал результат. Вот тогда успешная практика на занятиях вам обеспечена. Вот тогда у вас однозначно будут ученики, которые вам будут благодарны за то, что вы для них делаете. И они будут вас рекомендовать, и к вам будут приходить другие люди. И самое главное, вы будете иметь возможность давать людям быстрые результаты. Быстрые результаты и такие, при которых они будут видеть свой прогресс. Потому что, по большому счету, мы все, развивая какой-то навык, хотим видеть две вещи. Мы хотим видеть результаты и мы хотим видеть прогресс. Если мы что-то делаем достаточно долго, но этих двух элементов не видим, у нас пропадает всякое желание этим делом заниматься. И это нормально. Поэтому, если вас мучает вопрос о том, как же все-таки вывести свою преподавательскую деятельность онлайн на новый уровень, задумайтесь, пожалуйста, об этих трех элементах. Ну, а если вы чувствуете, что вам нужна помощь, то я рядом. И вы знаете, что мы всегда можем пройти этот путь вместе. И я вам желаю уже сейчас начать немножко об этом задумываться, потому что пока у нас еще август. И многие из нас находятся в достаточно комфортном, расслабленном режиме. Но вы помните, что в конце августа у нас уже начинается активная работа. Мы начинаем с вами входить потихонечку в учебный год. И поэтому сейчас самое время подумать над тем, как вы хотите в новом учебном году перестроить свою работу и какие результаты и психологические, и финансовые вы хотите получить. Поэтому начинаем точить пилу и смазывать саночки. Всего вам самого доброго и до скорых встреч. Пока-пока.